Природа наградила человека материалом не только для обустройства своей жизни, но и для ее украшения. Драгоценные и полудрагоценные камни, к которым люди истребленно ходили на земле и по сей день считаются источником эстетического наслаждения. Сегодня программа «Что интересно женщине» на выставке «Крымские самоцветы» в гостях у коллекционера. Здравствуйте, Юрий Владимирович. Чем же популярны полудрагоценные камни и за что их любят и ценят ювелиры и коллекционеры? Я хочу сказать, что издревле используются, всеми ювелирами используются камни, допустим, яшмы. Когда-то даже платили дань, скажем, захватчикам татаро-мангорбского ига. И женщины испокон веков использовали красивые камни в украшениях. Это были и обереги определенные, и, скажем, и камни, которые давали здоровье, давали силу. Кстати, очень часто говорят, что каменевшее дерево используется, камень, как бы людям, неуверенным в себе. Он придает силы, он придает, скажем, возможности самореализоваться. Мы собрали это на своей уникальной, скажем, свою уникальную коллекцию именно из севастопольских камней. Везде известны камни Урала, известны камни Казахстана, а про Крым очень мало слышно. К полудрагоценным камням относятся вот те, что встречаются у нас в Севастополе непосредственно. Это, скажем, агаты, сердолики, халцидоны, это окаменевшие деревья, яшмы. Также есть ряд поделочных камней, такие как трасс, черноморские. Юрий Владимирович, в архитектуре есть такое выражение – музыка камня. Что вкладывается в это понятие? Какой смысл? У меня вообще выработалась такая стройная теория о том, что во всех наших камнях, именно в Крымах, заложена очень большая глубокая информация, которая передается грядущим поколениям. В этой информации закодированы картинками в виде птиц, в виде цветов, в виде горных пейзажей, моря. Скажем, в других культурах, у других народов в камень вкладывают глубокий смысл. Мы же, скажем, перешагиваем через эти камни, и мы не понимаем, что они живые, что они несут определенную информацию, что они служат и лекарством, и энергетическими какими-то вещами. Ведь каждому из этих камней, которые есть десятки миллионов лет, и природа так устроила их, что при порезке перед нами просто открываются необыкновенные картины, созданные самой природой. Мы не вкладываем здесь ничего. Мы только берем эту картинку, вкладываем в рамку и передаем ее на рассмотрение людям. Так выглядит необработанный агат в природе. И только распиловка камня дает возможность увидеть, что же у него содержится внутри. Встретив такой камень где-то в горах или на виноградниках, любой человек просто перешагнет через него и пойдет дальше. То есть обратить внимание и сказать, что это агат, по нему практически невозможно. Как происходил процесс окаменения деревьев? Что жило землетрясение. Скажем, деревья падали на глубину 30-40 метров, забивались глиной, песком и консервировались. Затем подземные воды несли с собой ряд минералов. Магний, цинк, марганец. И в процессе разложения этих деревьев окрашивала их в красные, коричневые цвета. Деревья окаменелые бывают абсолютно разных цветов. Вот это черное дерево, это мореный дуб. Вот это, скажем, фисташка, сверху опал, а внутри, скажем, это халцидон. На первый взгляд это обыкновенная деревяшка. Пока не возьмешь руки и не почувствуешь, что все-таки весит немало. Все, значит, камни, которые у нас присутствуют, мы используем в первую очередь для того, чтобы обнаружить ту самую закодированную информацию. Вот обратите внимание, вы все видели девятый вал Айвазовского. Вот девятый вал, написанный природой. Без вмешательства человека здесь ни одного штриха, кроме как мы отполировали и сделали срез камня. Вот море, закат на море. Это тоже окаменевшее дерево. Все срезы деревьев абсолютно неповторны. Вот обратите внимание, мы сделали полиптих из срезов камня. Это такой же камень, где видны годовые кольца. Мы его разрезали и получилась такая картина, которую мы назвали «жизнь». Обратите внимание, штора. Штора раздвигается, появляется барышня. Затем в этой же шторе появляется барышня и мужчина. Затем мы положили срез. Дальше сидит ребенок, поджав ноги у шторы. И из-за шторы кто-то за нами наблюдает, как это бывает в жизни. Из этих же камней сразу делается и, скажем, по возможности мы делаем и ювелирное украшение. В нашей коллекции есть очень интересные камни, в которых, допустим, камень древоточится. Это при жизни дерева маленький червяк древоточится, точил дерево. Вот обратите, второй, третий. А вот сам червяк запечатлен, остался навсегда в кусочке дерева. Что называется, попал в кадр. Да, да, да. Вот, обратите внимание, это паук, который миллионы лет назад залез в окаменевшее дерево, по всей вероятности через этот ход. И мы аккуратно срезали, что этот паук остался виден. Второй срез находится здесь же, это вторая часть паука с двумя лапами. В камнях довольно часто встречаются религиозные темы. Вот, например, крест, и человек находится у алтаря. Вот картина «Две свечи», горит костер и стоит мужчина. Вот, обратите внимание, срез окаменевшего дерева, и в нем видна святая и молящаяся у креста. На этом стенде мы можем увидеть красоту нашего родного края. Вот, пожалуйста, Четердах, гора Палатка. У Симферополя сосна, гора Палатка. Вот типичный крымский пейзаж, вид научного. Таящий снег, ручей, бухта, вечер у моря. Стоит лодка, линия горизонта, всходящая луна. Комплект сережки, кулон и кольцо. Маковое поле и всходящие звезды. Это яшма и агат. Здесь виден срез окаменелого дерева, веточку, которая была в виде паутины. Ничего не оставалось, кроме как посадить сюда же паучка. Агат, оникс, сердолик, яшма – шикарные предметы интерьера и старинные элементы декора исполнялись именно из этих камней. И сразу вспоминается янтарная комната Екатерининского дворца, малахитовая шкатулка из сказки Божова «Хозяйка Медной горы» и нефритовые четки из одноименной книги Бориса Акунина. Полудрагоценным камням приписывали магические свойства. Есть лечебные камни, есть камни поделочные. Вот особый представитель – это яшма с гематитом. Гема – слово «кровь». Есть поверье, что когда-то у Александра Македонского был перстень из гематита. И когда он его потерял, его стали преследовать неудачи. При порезке, что мы можем сказать об этих камнях? Вот черная точечка – это и есть тот самый гематит. И видите, вокруг красная краса. Это при порезке подается подача воды. И вода начинает под давлением, скажем, остужать пилу. И в это время, когда режется гематит, вода окрашивается в красный цвет и создается такое ощущение, как будто течет реальная кровь. Поэтому я абсолютно убежден, что в камнях содержится очень большая сила и очень большая информация. Что может быть ближе нам, живущим на этой земле, чем наши камни? Они же служат и оберегами, они служат и лекарством. И вот я знаю, что очень много людей обращаются за красной яшмой именно потому, что она помогает при каких-то заболеваниях. Во всех учебниках написано, что в годы войны, допустим, в Феодосийском регионе использовался сердолик для лечения гнойных ран. То есть в наших госпиталях прикладывали, когда не было антисептиков, не было, прикладывали просто камень, который, скажем, очищал раны. В камне очень часто встречается мистика. Вот эти события были накануне всех крымских событий. Разрезали агат. И обратите внимание, крымский полуостров находится в мишени. И он уже отрезан от Украины, но и не пристал здесь, нет моста к России. То есть он так и находится вот в таком окружении под определенным прицелом, как нынешние санкции западные. Каждый день мы сталкиваемся с тем, что приходят группы, и в каждой картине они находят каждый день что-то новое. То есть мы даем свое видение, но приходя к нам на выставку, каждый день нам говорят, вы не так называете, потому что я вижу здесь вот это, я вижу здесь вот это. И пройдя по нашей выставке, у очень многих людей включается воображение. То есть пройдя, увидев видимые какие-то аспекты, они потом сами рассматривают эти картинки и находят настолько необычные сюжеты, что, скажем, мы сами поражаемся. Была картина «Индеец», вот она, из Маринита. У нас была группа из 13 человек. И вот в этой картинке кто-то увидел собаку, кто-то индейца, кто-то, скажем, туриста. 13 человек дали каждый свое название вот по одной только работе. Поэтому как можно расценить? То есть каждый человек имеет свое воображение и видит что-то свое. Юрий Владимирович, сегодняшние ценители камня – это люди, которые приобретают амулеты, обереги или все-таки ювелирные украшения? А если ювелирные украшения, то это все-таки дамы элегантного возраста? В основном ценители нашего камня – это люди, скажем, старше 40 лет. Но также встречается и молодежь, которая интересуется кольцами с небольшими камнями. Мы вот за время проведения выставки повидали довольно много людей. И кто-то приходит, подбирает просто под платье. То есть мы никогда не представляли, что настолько востребованным будет серый цвет. То есть не знаю почему, но в основном берут камень серого цвета. Берут яркие цвета. Поэтому я так думаю, что камень нужно выбирать, посмотрев, который вам понравился, такой камень будет ваш. В одной из наших программ мы говорили о стилях интерьера дома. Почему бы не начать с такого журнального столика из мозаики или зеркала для прихожей? За века было изобретено много методов обработки красивых минеральных образований, чтобы придать форму, совершенствовать блеск и использовать природную щедрость. Давайте посмотрим, как изготавливается кабошон. Мы берем любой камень, вот агат, допустим. И мы выбираем рисунок, какое бы мы хотели иметь кольцо, с каким изображением. И вот берем линейку и вставляем, допустим. Затем, вот у нас... Выбираем самое удачное. Да, самое удачное. Значит, выбрали, чтобы все цвета соответствовали. И потом мы берем, прикладываем и просто алюминиевой проволокой проводим по камню. Все остальное по камню не пишет. Здесь вот можно попробовать пейзажный. Это окаменевшее дерево. Выбираем пейзаж. Где-то возьмем больший размер. Вот здесь, опять же, виден и берег. И обрисовываем его. Затем на пиле обрезаем края и доводим форму до полукруглого состояния. Затем получаются вот такие кабошоны. Также вот можно взять маринит, найти интересующий вас, скажем, участок и сделать из него брошку. Так, это седой старец. Да, да, да. Вот здесь четко виден седой или старец, или, я вижу, честно сказать, невесту в фате. Вот обратите внимание, платье. Илья Владимирович, ну все это интересно. Как происходит в мастерской святой святых? Вы нас пригласите к седру? Обязательно. Мы не только пригласим, мы сделаем мастер-класс, порежем вместе и сделаем комплекты украшений. Мы в ближайшее время организуем такую поездку. Да, да. Изделия из полудрагоценных камней всегда были на пике популярности. И наше время не исключение. Мода диктует новые формы, а традиции остаются неизменными. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...